В областной столице к Новому году откроют более 30 горок. Многие разместят на городских площадях и в скверах. Самая большая конструкция в Тюмени будет высотой с двухэтажный дом. Но все ли зимние развлечения безопасны? Это узнала моя коллега Ольга Миншутина. 300 тонн строительного материала уже привезли с загородного озера. В центре Тюмени горки будут изо льда. Важно, чтобы лед плотно встал друг к другу. Поэтому мы его и подпиливаем, чтобы он плотно встал, водой проливаем. И он тогда уже монолитным становится. Так одно целое. Строители говорят, если все сделать правильно, горка будет крепкой. Выдержит несколько десятков человек и простоит до весны. Ради безопасности поработают над перилами. Они должны быть идеально гладкими. И ступенями их, наоборот, сделают не скользкими. Сначала разрабатывается проект. Строители строго следуют чертежу. Самая высокая горка в Тюмени будет 7 метров. Почти с двухэтажный дом. Ее соберут из металла. Организаторы зимнего аттракциона говорят, ради безопасности даже наняли специальный персонал. Лестница будет у нас покрыта резиновым покрытием. То есть это будет не скользкий абсолютно подъем. Внизу, на спуске, каждого человека будет встречать человек с нашей стороны, для того, чтобы не произошло столкновение со следующим, кто будет скатываться. Но все сначала воспитаем на себе. Так что все будет хорошо. Все горки перед открытием пройдут экспертизу на безопасность. Некоторые конструкции проверит Гостехнадзор. Но травматологи все равно. В ожидании наплыва пострадавших. Врачи говорят, ушибы и переломы многие получают по своей вине. Кататься с горок надо уметь. Ударяются, как правило, либо копчиком, либо пятками. И даже до переломов пяток доходят. Люди, если скатываются не по одиночке, определенный интервал, если не выжидают, то очень часто бывает, что люди врезаются в других, ногами ударяются, а там уже куда попадет, там уже ушибы и переломы могут возникать. Всего в Тюмени для зимнего катания будут открыты более 30 горок. Кроме ледяных и металлической, большинство деревянные. Круглый год они стоят в скверах и во дворах. С приходом холодов их лишь заливают водой. А вот снежные решили не строить. Из мягкого материала создать действительно безопасную горку сложно, говорят в городских управах. Ольга Миншутина, Евгений Проскуряков, Сергей Жирнаков. Тюменская служба новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...